Скандально известный екатеринбургский фотограф Дмитрий Лошагин, осужденный по обвинению в убийстве своей жены, тагильской фотомодели Юлии Прокопьевой, в самое ближайшее время может выйти на свободу. Судья Чикаловского районного суда Екатеринбурга Николай Тарасенко сегодня удовлетворил ходатайство заключенного Лошагина об условно-досрочном освобождении, посчитав часть от бытого им срока в количестве 7 лет, 5 месяцев и 1 дня из назначенных 9 лет и 10 месяцев достаточным для исправления. Впрочем, прокуратура немедленно заявила о своем праве на обжалование этого решения, и этим правом в отношении Лошагина она уже неоднократно пользовалась, оставляя фотографа за решеткой. В отличие от тысяч других осужденных за убийство и прочие тяжкие преступления, Дмитрий Лошагин был широко известен в Екатеринбурге задолго до того, как попал за решетку. Одно время за ним закрепилась слава самого высокооплачиваемого фотографа в регионе. Его услугами охотно пользовались представители бизнеса и власти, много лет он оставался эксклюзивным фотографом конкурса красоты «Мисс Екатеринбург», его снимки украшали обложки и развороты глянцевых журналов. А так называемый Лошагин Лофт, творческое пространство в пейнтхаусе многоэтажки на улице Белинского, стало местом встреч представителей Екатеринбургской творческой и бизнес-элиты, своеобразным закрытым клубом-богем. В августе 2013 года, после одной из таких вечеринок, организованных семьей Лошагинах, таинственно пропала супруга фотографа, некогда востребованная фотомодель, визажист и организатор фотосессии Юлия Прокопьева. Сам Лошагин утверждал, что его жена отправилась в творческую командировку в Москву или даже в Италию, что она действительно ранее неоднократно делала. Однако родственники женщины не поверили в эту версию исчезновения и через какое-то время заявили в полицию о пропаже Юлии. В то же время в морге Первоуральску уже несколько дней хранилось тело неустановленной молодой женщины с признаками насильственной смерти и следами ожогов. Лошагина, как супруга, предположительно погибшей Юлии, пригласили на опознание тела, после чего задержали и поместили под стражу по подозрению в убийстве жены. Расследование этого преступления было одним из самых громких в начавшемся веке. Сам Лошагин своей вины не признавал, но и убедительных поводов поверить в его непричастность не давал. Следствие же, напротив, подкидывало одно за другим доказательства возможного отношения фотографа к смерти жены. Но, как показал первый суд, все собранные правоохранителями улики оказались косвенными. Все доказывали, что Лошагин мог это сделать, и ни одной, доказывающей, что это сделал именно он. Так следствие предположило, что в ходе вечеринки, на которой открывалась выставка картин молодой катеринбургской художницы, а также презентовался новый салон красоты друзей Лошагина, между фотографом и его женой произошел конфликт. Якобы Прокопьева приревновала мужа к художнице и отказалась помогать друзьям мужа в раскрутке салона. У Лошагина также были претензии к жене. Та в последнее время предпочитала проводить досуг с другими, и даже на эту вечеринку демонстративно опоздала на час, так как пила кофе в гостинице с молодым красавцем, с которым познакомилась во время велопрогулки. Пока в лофте оставались гости, супруги разыгрывали любящую пару, но оставшись одни, вступили в открытый конфликт, в ходе которого Лошагин, по версии следствия, свернул жене шею. После этого он поместил хрупкое тело убитой фотомодели в хозяйственный короб, вывез его на старый московский тракт, где в лесу раздел и с помощью легковоспламеняющейся жидкости попытался сжечь ее руки и лицо. В доказательстве этой версии сыщики предоставили данные биллинга и геолокации сотового телефона Лошагина, свидетельствующие о том, что Дмитрий находился в том районе, где было найдено тело Юли. В записи камер видеонаблюдения, на которых Лошагин несет пластиковый контейнер, в который теоретически могла поместиться его жена, а также обрывок ткани его рубахи, в которой он присутствовал на вечеринке и которого мог лишиться в процессе драки с женой. Однако первый суд не нашел эти доказательства убедительными для признания вины. Прокуратура протестовала оправдательный приговор, и уже второй суд на основании тех же самых доказательств отправил фотографа в колонию. За время своего заключения Лошагин не единожды пытался ходатайствовать об освобождении или смягчении наказания. Один раз ему это даже удалось сделать в том же самом Чкаловском районном суде, но прокуратура всякий раз опротестовывала его выход на свободу, что, возможно, произойдет и в этот раз. Сначала прокурорские указывали на то, что осужденный не погасил назначенную родственникам убитой материальную компенсацию. Состоятельные друзья фотографа в итоге это сделали за него. Позже, когда суд заменил ему часть неотбытого наказания ограничением свободы, прокуроры упирали на то, что осужденный так и не признал своей вины и не принес извинения матери и брату погибшей Юлии. На что адвокат Лошагин и Сергей Лашин привел аргументы пленуму Верховного суда, запретившего увязывать вопрос об условно-досрочном освобождении с тяжестью и характером совершенного преступления, а также признанием или непризнанием вины. Но самым железным аргументом против досрочного освобождения фотографа и раньше, и в ходе сегодняшнего суда остается взыскание, полученное Лошагиным в 54-й Навалялинской колонии, где он начинал отбывать свой срок. Обвинение признает, что у заключенного Лошагина множество поощрений от администрации двух колоний, а именно 18 поощрений за примерное поведение, освоение рабочих профессий, за прилежный труд и участие в общественной жизни учреждений, но есть и взыскание. Его Лошагин получил, когда не поздоровался с начальником Навалялинской колонии на плацу. Сам Дмитрий утверждал, что такого проступка за ним не было, да и начальник этот позже был осужден за превышение полномочий, но взыскание в послужном списке Лошагина осталось. Вот и сегодня представитель 10-й Екатеринбургской колонии, на которого Лошагин ранее жаловался правозащитникам за то, что тот платит сущие копейки за квалифицированную столярскую работу, присутствовавший на суде по видеоконференцсвязи, высказался против условно-досрочного освобождения. Его аргументом было именно то единственное взыскание, полученное Лошагиным в другой колонии. По словам представителя ГУФСИН, вот если бы у Лошагина было сначала взыскание, а потом поощрение, это могло бы свидетельствовать о его постепенном исправлении. А у Лошагина сначала были множественные поощрения, потом взыскание, потом опять поощрение. В общем, пациент нестабилен. Прокурор также, выступивший против УДО для Лошагина, сказал буквально следующее, цитата, «Сделать вывод о его стабильном исправлении пока не представляется возможным». Защищавший ходатайство своего подзащитного адвокат Сергей Лошин упирал на то, что согласно закона, решение о БУДО должно приниматься на основании совершенно определенных факторов – величины отбытого наказания, наличие погашенных исков и отношения заключенного к учебе и труду. Всем этим критериям Лошагин соответствует. Положенную часть срока отсидел, иски погасил, характеризуется самым положительным образом, освоил новые профессии и честно относится к труду. Ходатайство Лошагина Дмитрия Александровича в условном досрочном освобождении удовлетворить. Освободить Лошагина Дмитрия Александровича в условном досрочном дальнейшем отбывания отказания только в годы 4 месяца 29 дней. Возложить на Лошагина Дмитрия Александровича обязанности прибыли к избранному месту жизни в городе Екатеринбург-Сибирский тракт 2, дробь восточная. Которая не меняет без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контрольное поведение лица в условном досрочном, ежемесячно являться на регистрацию данного органа в течение одного месяца трудоустроиться. Удовлетворив ходатайство Лошагина, судья Тарасенко обязал его до конца условного срока не менять место жительства, а именно проживать с матерью и отчимом на Сибирском тракте. В течение месяца устроиться на работу к индивидуальному предпринимателю Кадочникову, который обязался его трудоустроить, и регулярно каждый месяц являться в подразделении ГУФСИН для контроля. Оставшийся неудовлетворенным таким решением прокурор сообщил, что у него есть 10 дней для изучения и возможного обжалования этого решения. То же самое заявил и адвокат родственников, убитый Юлией Прокопьевой.